Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Есть ли что невозможное для Бога? И мы будем отталкиваться от двух текстов. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, 26 стих, и послание к евреям, 6, 18. Я прочитаю сначала Евангелие от Матфея, 19, 26. А Иисус, возрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. И в то же время в послании к евреям, 6, 18, сказано, невозможно Богу солгать. О чем это? Преподобный Ефрем Сирин пишет, через два непреложные дела, в коих невозможно солгать Богу. Одно, что поклялся самим собой. То есть, когда Господь клянется самим собой, Он всегда держит это слово. О другом сказал Давид. Поклялся Господь и не раскается, что ты, священник вовек, по подобию Мелхиседека, нам, сделавшимся наследниками этого обетования, утешение твердое является. То, что связано со Христом, а Мелхиседек – это образ Христа, это неизменяемое решение Бога. Так как мы прибегли для укрепления себя не к правосудию Божию, то есть не как прежние, прежние – это ветхозаветные люди, но обратились к самому милосердию Божию, и со всем тщанием твердо да пребываем в этом, дабы изъял и вывел нас из среды зол сего века и открыл нам путь во внутреннейшие завесы, то есть завесу. Итак, преподобный Ефрем Сирин здесь говорит, что Слово Божие, оно неизменно, особенно когда Бог клянется сам собою, то, что было в случае с Ураамом и его потомством, и когда Бог свидетельствует о своем Сыне. Но в то же время перемена возможна в решениях Бога. Например, Он может сменить гнев на милость, но в целом как бы суть Его Слова неизменна. И вот об этом пишет уже апостол Павел 2 Тимофея 2, 13. И здесь такие слова. Если мы неверны, то есть люди слабо держат свое Слово, Он, то есть Господь, пребывает верен, то есть верен своему Слову, ибо себя отреться не может. Это в природе Бога говорить истину. И когда Он меняет гнев на милость, Он как бы худшее для нас заменяет лучшим, опять же в соответствии со своей природой, ибо Бог есть любовь. Блаженный Августин – это его работа, трактат о символе веры к катехуменам, то есть к тем, кто преподает веру. Блаженный Августин здесь пишет, Бог всемогущ, и поскольку Он всемогущ, Он не может умереть, не может обмануться, не может солгать. И, как говорит апостол, себя отреться не может. Столь много не может и всемогущ? А потому и всемогущ, что не может этого. Ибо если бы Он мог умереть, Он не был бы всемогущим. Если бы Он мог солгать, обмануться, обмануть, поступить несправедливо, Он не был бы всемогущим. Потому что, если бы это в Нем было, Он не был бы достоин быть всемогущим. Абсолютно всемогущий наш Отец не может совершать прегрешение. Конец цитаты. Но кто-то может возразить, а ведь Христос умер на кресте. Давайте вспомним слова Иоанна Дамаскина, который говорит, на кресте страдало и умерло то, что может страдать и умереть. Это сказал Дамаскин, имея в виду божественную, то есть не божественную, а человеческую природу Христа Спасителя. Итак, Господь верен своему слову и все возможно ему, и все в его власти. Он может сменить гнев на милость, в нем суд и милость встретились и облабозались, как сказано в Писании. Друзья, берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. Спасибо вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok